Звездочка Монтери Джонни, звездочка Тоскана, Италия прогулка на день в средневековом городе Магия. Как всегда, приглашаю вас подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. Спасибо, до свидания. Территория Монтери Джонни имеет очень разные физические особенности. Легко заметить, что вокруг рельефа Монтери Джонни есть несколько небольших равнин, таких как Пиан-дель-Лага и Пиан-дель-Казони, канета, чередующихся с рядом небольших долин, образованных ручьи и ручьи, характерные для центральной и восточной части территории. Со своей стороны, я могу рассказать вам о приятной прогулке, которую я совершил, и поверьте мне, она действительно того стоит во всем. Это место в последние годы приобрело туристическое значение, так как оно расположено на Виа Францигене и поэтому было включено в культурные маршруты. Данте Алигери также упоминает город в божественной комедии. «Что я сделал за один день в Монтери Джонни?» Двоеточие. Вы входите в деревню, проходя через Порто-Франко или Ромеа, и достигаете пьяца Рома, где возвышается церковь Санта-Мария-Ассунта, сочетание романского и готического стилей. Я прошел по стенам, которые простираются на 570 метров. На каждом конце есть 14 прямоугольных башен. Отсюда вы можете полюбоваться панорамой, которая охватывает пологие склоны холмов к Кианте. Наслаждаться Монтери Джонни следует не спеша, сидя за столиком на площади, чтобы попробовать местные изысканные вина, отличная возможность отведать типичные и популярные блюда, которые подают в тавернах и гостиницах. Большая центральная площадь, точка опоры города, приветствует туристов в теплых объятиях с восхитительными барами по периметру. Атмосфера этой деревни суровая, но в то же время элегантная, что посмотреть в Монтери Джонни. Что ж, идите и смотрите, я могу только предоставить информацию о том, что я видел и наслаждался полдня достаточно. Чтобы совершить экскурсию по Монтери Джонни, снаружи, прямо под стенами, есть достаточно места для парковки, от которых можно дойти до исторического центра. Сразу после прохождения через великолепный главный вход в деревню легко увлечься спокойной и спокойной атмосферой. Ремесленные лавки сменяют друг друга типичными кафе, а балконы, украшенные цветами, выходят на восхитительные каменные дома. Очень приятно провести момент отдыха, сидя за одним из многочисленных столиков на площади, потягивая кофе или пробуя типичные местные блюда. Такие как Папарделли с диким кабаном. На этой площади также находится Пьеве де Санта Мария Ассунта, небольшая церковь, в которой находятся две скиньи, датируемые 1400 годом. И знаменитая картина Мадонны дель Ванни. Чтобы придать еще больше исторического колорита визиту в деревню Монтери Джонни, просто совершите поездку в музей доспехов. Детям очень понравится прогулка среди репродукции ренессансного и средневекового оружия и доспехов, и их наверняка привлекут модели, демонстрирующие различные приемы осады из разных исторических периодов. В стоимость входного билета входит и прогулка по городским стенам, с которой можно полюбоваться Сиенской долиной во всем ее великолепии, как чудесны солями, свисающие с окон. У них действительно много Тосканы и много традиций. Здесь время словно остановилось, оно предстоит как открыточное место, почти сказочное, с маленькими домиками и узкими улочками с башнями и замком. Вечером огни освещают его целиком, образуя подобие миража среди тосканских холмов. Борга славится, прежде всего, своей историей, памятниками и возможностью свободно перемещаться между пейзажами и природой. С точки зрения ландшафта замок Монтириджони, кажется, доминирует над всей деревней, которая сама по себе является небольшой и укрепленной. Сегодня это одна из самых известных итальянских деревень. Обнесенных стеной, посещение Монтириджиони означает позволить себе быть очарованным ее медлительностью. Здесь нет бурной жизни, экономика основана на сельском хозяйстве и животноводстве. Много ремесленничества и отличной культурной интеграции. Идеальное место для тех, кто любит культуру и историю, тех, кто хочет расслабиться, улыбуясь тосканскими холмами и насладиться великолепной едой и вином территории на нулевом километре. Он известен не только тем, что является одним из этапов этого паломничества, Виа Франсигена, но также и потому, что эта деревня такая же маленькая, как и волшебная. Сердце Монтириджони состоит из пьяца Рома, с этой точки развивается все городское ядро. В деревне не так много площадей, и это у всех своя площадь. До 70-х годов этот район даже не был заасфальтирован, а был заасфальтирован с использованием карьеров России, которые до сих пор находятся в идеальном состоянии. Через средневековые городские ворота вы попадаете на эту площадь. Здесь находится туристический офис города, музей оружия и церковь Санта-Мария-Ассунта. Есть много баров и гостиниц, где вы можете остановиться, и это также место для всех демонстраций и мероприятий в стране. Для тех, кто любит спорт и активный отдых, есть возможность отправиться в поход по окрестным холмам и организовать экскурсии на горных велосипедах, чтобы полюбоваться захватывающими дух видами сверху. Посещение Монти Риджиони действительно означает погружение в контакт с природой. Идеальный период для посещения деревни между весной и летом для тех, кто любит пешие прогулки и поэтому хочет насладиться умеренным климатом. Осень очень характерна еще и тем, что, погрузившись в лес, можно улыбоваться тем, как меняется природа и ее краски. В округе также много ферм и виноделин, где можно устраивать дегустации всевозможных видов и дегустаций. Поднявшись в самое сердце Тосканы, невозможно не восхититься невероятным вином, которое производится на этой земле. Среди местных виноделин находится винодельня Бартали, которая производит, среди прочего, невероятные вина Брунелла, Чианти, Вернакшая и Векчая Корона. Даже для тех, кто любит еду и вино, есть возможность весело провести время среди гастрономических и винных тематических маршрутов и туров. Устроить пикник на свежем воздухе и попробовать местные деликатесы. Обязательно попробуйте абсолютно кислое и сладкое. Блюдо на основе сахара и лимона. Стейк из свинины с репой. Рубленный картошкой. Фаршированным луком, потрохами кабана, маремой панкротчина, жареной пастой, печи с соусной крошкой, помидорами памуджелла, сосисками и щанями. Как всегда, приглашаю вас подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok